Где кроется ошибка, как просчитывать реальную стоимость кредита, что делать с комиссиями, как грамотно отказаться от исполнения договора, и такое тоже возможно. На самом деле, вот это и есть правила игры, которые действуют на конкретном поле. Но в случае организационных конфликтов, вероятно, будут другие правила, да? Поскольку вы уже имеете опыт разрешения споров между отделами, Ксения Владимировна, вы хорошо помните обычно, что вызывает проблемы? Или это ошибки в коммуникациях, или амбиции людей, как вы думаете? Очень много ошибок возникает в результате противоречия в документах, но это даже не самое главное. То есть, чем больше зарекламентирована деятельность, тем на поверхности оказывается хуже, что интересно. То есть, все хорошо в мелко. До разумных пределов, согласен. Да. Они нужны, регламенты, инструкции, но с этим не переборщить нужно. Потому что бывают ситуации, когда регламенты одного отдела не совпадают с регламентами другого отдела, тогда труба просто. А вообще, на самом деле, большая часть конфликтов – это нарушение коммуникаций. Люди не умеют общаться, их этому не учат, не учили нигде, ни в школе, ни в институте. Они просто не умеют общаться и садятся за стол в переговорах необходимо, чтобы... Как, знаете, у индейцев был такой жезл говорящего, может быть, вы слышали, да? Читаю, да. Что символический жезл, но он имел очень важное значение. То есть, пока я беру жезл, я говорю, а все делают усилия, чтобы меня понять. И вот я должна почувствовать, что меня поняли. И как только я это почувствую, я передаю жезл другому. И он начинает говорить. То есть, мы говорим только тогда, когда у нас в руках жезл. Как правило, что у нас возникает? Мы не слушаем друг друга, мы перебиваем. Мы оцениваем поступки человека со своей системы координат. Говорят, что встань в тапки другого и посмотри на мир с другой стороны. Да, вот как мы сейчас с вами. Я вот вижу ваш стенд, а вы его не видите. Зато вы видите, что находится у меня за спиной. Ну почему? Я могу и посмотреть, но я все равно вижу это зеркально отраженным. Не знаю, как добиться изменения этого эффекта. Возможно, это как-то можно осуществить, но мне не удалось преодолеть эти технические проблемы. Да, мы по-разному видим одни и те же помещения. Мы по-разному видим одни и те же вещи. И это... Это была метафора у меня, да. А так, в общем, на самом деле проблемы из-за этого возникают. А по поводу власти, борьбы за власть, как вы считаете, в организациях может быть острая борьба за власть? В открытой форме или в скрытой форме? Если в скрытой форме, то это интриги, да? Если в открытой форме, то это конкурсы, например. Да, борьба за власть чрезвычайно развита в строго иерархических организациях, где уровень дохода зависит от положения иерархического в организации. Те организации, которые сейчас поняли вот этот принцип Питера, так называемый, говорят о том, что человеку, если он профессионал в своей деятельности, он должен получать, в общем, достаточную заработную плату и не стремиться... То есть, получается как, что люди стремятся к власти за зарплатой, а не потому, что они обладают действительно необходимой компетентной иерархией.